Одной из таких ярких политических фигур конца 14-го, начала 15-го века в истории джучиевого русса это Беглербек Ебигей. Источник его по-разному называют, в казахских он Ебиге, в русских Ебигей, или Егигуй его называют, его даже иногда называют Цай Ебигей, даже проскальзывает такой тип. По происхождению Ебигей относился к правящей элите Золотой Орды. Естественно, не к джучицкой ветви, чингизицкой, а к клану Мангыт. А клан Мангыт занимал ведущие политические позиции в правящих кругах. И он являлся эмиром, или беклербеком левого крыла джучиевых владений. Так отмечается в источниках ранний период его политической биографии. Что касается термина «беклербек», термин «беклербек» тюрко-монгольский, ну или, точнее всего, тюркский, он буквальный перевод термина «беклербек» – «бек над беками». Фактически, с периода правления узбека беклербек – это было второе высшее политическое должное лицо в Золотардынском государственном аппарате. Это лицо, которое выполняло функции государственного секретаря, будем так говорить. Беклербек – это статус приблизительно государственного секретаря. То есть он обладал реальной властью, так как он был командующим армией. Фактически все государственные дела решались через беклербека и его канцелярию. Это при том, что хан являлся верховным правителем. После Тахты с приходом к власти узбека роль беклербеков все более и более возрастает. То есть они становятся реальной такой политически значимой фигурой. То есть они управляют государственным аппаратом, ведут государственные дела, ведут дипломатическую переписку с иностранными государствами. Им подчиняются вооруженные силы. То есть это реальная политическая фигура номер два после хана. И судя по всему, по источникам, он являлся беклербеком уже при Тахтамыше. Когда Тахтамыш приходит к власти, но в силу каких-то обстоятельств или борьбы за власть, или каких-то противоречий внутри них, между ними, он уходит с этой территории. И уходит во владение Тимура за политической поддержкой. Какое-то время он там находится. Получив политическую поддержку и, естественно, имея в виду то, что противоречия были неустранимы дипломатическим путем между Тахтамышем и Деге, он решил воспользоваться вот этой борьбой политической между двумя государствами и свалить Тахтамыша, своего полиативника. И что ему и удалось сделать впоследствии. То есть это не сразу произошло, а постепенно. То есть уже в 1396 году, после второго похода Эмира Тимура, он приходит, собственно говоря, к власти. Причем интересно, когда армия Тимура двигалась по территории Казахстана, то есть по территории владения джучидов, он заранее предупредил свои улусные владения, которые оставались на этой территории, уйти с этой территории, чтобы расчистить дорогу и не попасть под удар этих чагатайских войск Эмира Тимура. И, естественно, его улусные владения от этой войны пострадали меньше всего. Так как они знали заранее, что будет война, и поэтому отошли безопасные владения. А как только было нанесено поражение армии Тахтамыша, он, естественно, эти улусные владения обратно взял под свою юрисдикцию. То есть снова стал править там же. И в 1396 году ему удалось привести к власти другого потомка династии джучидов Тимура Кутлука. Тимур Кутлук правил недолго, несколько лет, но именно при нем политическая власть и дидея укрепилась. Знаменательное событие произошло в 1399 году. На левом бережье Днепра произошло сражение между армией Золотой Орды, которого взговаривали Тимур Кутлук, и Недигин. И польско-литовской армией Витовта. С другой стороны и его союзниками Тахтамыша. Витовт поставил себе политическую цель вернуть на Золотой Ордынский престол Тахтамыша. И собрал огромную армию, которая двигалась по ходу на Золотую Орду. В ходе этого сражения армия Витовта была разгромлена на голову. Но разгром этому предшествовала дипломатическая или политическая баталия между Едыгеем и Тимур Кутлуком, с одной стороны, и Витовтом, польско-литовским князем, с другой. Дело в том, что когда армия польско-литовского государства вошла на территорию джучиевой державы, пограничную территорию, она по своей чистости, естественно, превосходила войско, которое взговаривал Тимур Кутлук. Тимур Кутлук начал вести затяжные переговоры, ждя подкрепления основные войска, которые двигались из центральных улусов Золотой Орды во главе с Едыгеем. И вот в ходе вот этой дипломатической переписки Витовт потребовал от Тимур Кутлуга чеканить монету с его именем, то есть признать политический сузеринетет польско-литовского государства над Золотой Ордой. Тимур Кутлук, естественно, отказывался, и, собственно говоря, переговоры между ними шли. Пока войска стояли, переговоры эти шли интенсивно между двумя сторонами. Но как только войско основное подошло Золотой Орды во главе с Едыгеем, дипломатический тон переговоров сразу перешел от мирных к конфронтационному такому этапу. Едыгеем решил тоже сыграть в эту политико-дипломатическую игру. И в ответном письме предложил Витовту, так как тот является младшим по возрасту, а Едыге старше, печатать его имя на монетах польско-литовского государства. Естественно, Витов никак не мог такой шаг со стороны Едыгея оставить безнаказанным. Поэтому он немедленно потребовал вести войска в бой. И это и нужно было Золотоордынцам. Золотоордынцы разделили свои части войска на две части и приняли сперва удар, а потом нанесли боковой маневр и с тыла зашли и разгромили армию Витовта и Тахтамыша. И они бежали в сторону польско-литовского государства. Таким образом, политической независимостью и суверенитет Золотой Орды отстоял Едыгея и Тимур Кутлук. Сам Едыгея очень такая фигура была значимая и в русско-золотоордынских отношениях. Так как он практически контролировал политическую власть Золотоорды, даже после Тимур Кутлука он возводил своих ханов поочередно. Там фиксируется несколько ханов, по монетам видно, что это были несколькие ханов, которые пришли к власти благодаря политической поддержке и воле, собственно говоря, самого Едыгея. В 1408 году он предпринимает неожиданный поход против Москвы. Москву ему взять не удалось, но большую контрибуцию он все-таки взял. И вот вплоть до конца жизни, в течение многих лет, его жизнь протекала достаточно бурно. То есть его вспышки активности политической фиксируются как на востоке, так и на западе. И уже в 1419 году в борьбе с сыновьями Тахтамыша, которые претендовали, жестко претендовали на власть, ему было нанесено поражение, и он был убит. С этого момента идет, естественно, политический закат Золотой Орды. То есть вот эта страница истории, яркая, последних лет жизни Золотоордынского государства практически на нем и заканчивается. Редактор субтитров А.Семкин